Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ. Меня зовут Александр Вальдман. И сегодня в нашей Тель-Авивской студии вместе со мной журналист Макс Лурье и адвокат Илья Увайсберг. Добрый день, друзья! Наш состав сегодняшний, в общем-то, я думаю, не случайен. Дело в том, что хотелось бы понять и обсудить такую животрепещущую, по крайней мере, для России и для достаточного количества израильтян, как я понимаю, тему двойного гражданства или, вернее, законопроекта, который внесен не в наш замечательный КНЕС, а в замечательную Думу Российскую, согласно которому человек, который имеет двойное гражданство, обязан об этом заявить. Скажите, друзья, ну, может быть, наверное, начнем с точки зрения юриста Ильеву. Двойное гражданство – это какая-то особая хитрая норма или это практика, международная практика и с этим все давно не является? Существует международная практика. Действительно, она не новая. Модели существуют как и в развитых странах, так и в развивающихся странах. То есть, в этом как бы нового ничего нет. Для меня, как для юриста, немножко непонятно на сегодняшний день, когда человек обязан будет сообщить о том, что у него есть дополнительное гражданство. Допустим, у человека есть гражданство Белоруссии и гражданство России или гражданство Канады и Израиля. В какой момент? Потому что сам факт существования гражданства двойного, по большому счету, никому не интересен. Если человек, допустим, вот как существуют в Израиле нормы, человек хочет стать высоким государственным служащим. Допустим, близкая ко мне тема – судья. Судья – это считается очень высоким государственным служащим. Он обязан, прежде всего, сообщить о наличии его гражданства и не может гражданин другой страны быть судьей в Израиле. Человек, который хочет быть судьей в Израиле, он должен решить для себя, и что для него важнее. И были случаи, когда люди отказывались от другого гражданства. Точно так же они не могут быть депутатами КНЕСТа. Совершенно верно. Анастасия Михаэль и про свежую педу. Да, абсолютно согласен. То есть на сегодняшний день в Израиле есть норма, касающаяся чиновников высокого ранга. Не может человек быть гражданином другого государства на службе у Израиля. Я вот теперь представителю общественности задаю вопрос. Макс, скажи, пожалуйста, вообще это справедливо или нет? Я думаю, что вот эту подвижку к принятию закона надо, во-первых, лучше всего рассматривать на том политическом фоне, на том внутриполитическом фоне России, который сложился. Если бы этот закон подали к рассмотрению, скажем, еще год назад, наверное, никого бы он не зацепил так, как зацепил сегодня после событий в Крыму, когда, мы знаем, идет принудительное, так сказать, принудительное вступление в гражданство определенной части. Натурализация. Натурализация, да. И то же самое, это касается и той ситуации, когда началась борьба, охота на ведьм, в том числе вот законопроект, инициируемый, скажем, партией ЛДПР о том, что надо изгонять из Думы людей, которые проголосовали против Макси. Извини, Крыма. Это все фон, понимаешь? Об этом речь. Это фон, на почве которого принимается, вносится законопроект о двойном гражданстве. На мой взгляд, этот законопроект призван прежде всего упорядочить, так сказать, надзор над населением, над теми враждебными, может быть, в кавычках или нет, элементами, которые могут встречаться в российском обществе. Поэтому вопросов к этому законопроекту, наверное, больше, чем ответов в них. Но сама постановка вопросов за сокрытие двойного гражданства там не будет, скажем, публичного порицания. Может быть, это предлагается, предлагается как мера. Это достаточно большой штраф и вплоть до уголовного наказания. Но, может быть, это актуально для России, где действительно вскрывают это. А для Израиля это не так важно? Важно. Важно. Дело в том, что тема эта очень нежная. Тема эта очень неделикатная. Нет, 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 не деликатная. Государство, согласно принципу, самого главного принципу административного права, государство имеет право знать, кто ее служащие, кому они служат, кому они могут присягать. И это совершенно нормально, если чиновник высокого ранга на уровне министра вдруг, окажется, будет иметь сирийское гражданство. Может такое быть? Ну, априорно, да? Может такое быть? Зачем оно нам надо? Поэтому государство само устанавливает свои правила и сама закрепляет эти правила в законах. Значит, настолько, насколько я вижу то предложение, так как оно подано в Думу, вот из тех небольших источников, речь идет пока об административной ответственности. Это вот именно как раз оно соответствует как бы нормам, ну, скажем так, мировым принятым нормам, как административного, так и управленческого права, так и нормам, которые приняты во всем мире. Я государство, я администратор, я устанавливаю свои нормы. Кому не нравится, может искать другое место. То есть, как бы, мне пока, я не вижу ничего плохого в этом. Макс, вот применительно, возьмем две страны замечательные, опять же, Израиль и Россию, применительно к нашим двум странам. Может быть, ничего такого нет страшного, если у кого-то будет из израильских чиновников российское гражданство, а у российских израильское. Я в том плане, что, ну, мы же тут на четверть бывший их народ. Ну, надо начнем с того, что... Или наоборот, извини, это все запретить, потому что Россия, скажем так, на переговорах с палестинцами нас не поддерживает. Не, ну, начнем с того, что тоталитарный режим, как правило, не поддерживает двойного гражданства. Это достаточно, надо быть, все-таки, достаточно страной с достаточным уровнем демократии для того, чтобы разрешить двойное гражданство. Скажем, из постсоветских республик далеко не все имеют, там, ну, кроме стран Балтии, соответственно, и там, и России, на Украине не признают двойное гражданство, там, в азиатских странах я вообще не упоминаю, и так далее, в республиках. Все, что касается, там, Сирии, и так далее, ну, то тоже самое, насколько мне известно. На мой взгляд, нет, не будет ничего плохого, если, например, человек с российским или с американским гражданством будет заседать в Кнести. Мне кажется, что критерии фильтрации депутатов, может быть, не дают... Возникает очень серьезный конфликт противоречия интересов. Может быть. Есть одна фигура, о которой как раз в этом контексте я хотел поговорить с вами обоими, друзья. Стэнли Фишер. Стэнли Фишер, ну, например... Американское гражданство, оно очень удивительно исключительное. Окей, окей. Но Стэнли Фишер, да. Хороший, ему доверяли. Ему еще как доверяли, да. Я не вижу ничего... До сих пор доверяю. На самом деле, может быть, если бы больше были людей с американским, с российским гражданством, что ли, с небовластной структурой, может быть, было бы одной лучше. Я не знаю. Это не проверено. Но, с другой стороны, понимаешь, высших должностей в государстве, ну, скажем, все-таки меньше, чем носители двойного гражданства. Я согласен. И поэтому, мне кажется, если вот этот закон о двойном гражданстве будет применяться именно вот так, как сказал уважаемый адвокат, на уровне принятия, скажем, на высшей должности в государстве, то это один вопрос. Если это будет обязательным условием для того, чтобы проверки на лояльность государственную, имеешь ты или не имеешь, это другой вопрос. Мы не знаем, как будет развиваться это. Я вот хочу от твоих слов последних оттолкнуться относительно проверки на лояльность. Илья, а может быть, имеет смысл ввести какой-то дифференцированный закон? Кому-то да, кому-то нет. В зависимости от заслуг и прочего. Ну, во-первых, это существует, да, уже. Де факто или де юро? И де факто, и де юро. Потому что, как я уже сказал, государство само устанавливает правила игры в своем государстве. Если та или иная личность, допустим, очень хороший пример Стэнли Фишер, гражданин США, и он принял Алию, то есть он по закону Хокошвуд, закон о возвращении, получил израильское гражданство, у Израиля не было с этим проблем, что нагид, то есть самый, как бы, управляющий государственным банком, имеет двойное гражданство. Ну, государство Израиль решило, что в данном случае, именно для того, чтобы вот показать лояльность Израиля к Америке, у нас нет проблем с Америкой, поэтому гражданин Америки может быть управляющим главным государственным банком Израиля. Скажите, пожалуйста... Это политика, это направление, это назначение политическое, оно не противоречит закону, оно прописано в законе. Если оно было принято большинством, согласно открытым процессам по закону, ну, так оно и будет. Нет, нет, нет с этим проблем. Последний вопрос к вам, друзья, может быть, коротко. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в том случае, если этот закон будет принят в России, как много израильтян от него могут пострадать, Макс? Мне кажется, что израильтяне, которые решили остаться в России, им будет проще отказаться от израильского гражданства, чем уезжать из России. Для тех, кто этого не захочет сделать, если почувствует, что это им мешает, они просто не уедут. Но я думаю, что, на мой взгляд, серьезного влияния там не будет. Я прошу прощения, они не должны уезжать. Выбор у них будет другой. Либо не баллотироваться на ту или иную должность и остаться в России, или отказаться от гражданства. В зависимости от того, как будет исполняться этот закон, мы же пока не знаем. Пока только проекты. Но в любом случае, друзья, хочу предупредить вас, будьте осторожны с двойным гражданством. Это в любом случае с нашими партнерами по ту сторону Средиземного моря не всегда заканчивается удачно. Для нас. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok